Повторите вопрос, пожалуйста. Те четыре дня, которые там указаны. Да не четыре дня. Вы что, внимательно считаете? Для Киева. А, ну всего, да. Для нашего. Для этого пир. Да, имеется в виду, но это касается всех. Эти сутки, я думаю, что нет такой. Но если уж, я не знаю, какая должна быть необходимость, если дужа шановный захочет за пределами, я понимаю, там здесь где-то, на чайке там. Ну а там, если беременную женщину разве, можно довезти до роддома и все, понимаете? Или кто-то будет умирать там. Если кто-то попросит, грубо говоря. Ну там это прописано, что санэйси, понимаете? В последних дри полной веки, или у вас не кажется, что вы спасаете человека, тогда никто, тогда мы сами понимаем. Все сами древние будем не спасать, если будете взлетать. Еще вопрос. Отвесите, пожалуйста, или нет? Поясните, пожалуйста, ведь должно какого-то числа мая должно быть введено открытое небо. Была такая информация для Украины? Я слышал по местам массовой информации о том, что будет введено открытое небо. Так вот, вариант. Допустим, в такой дате введено положение открытое небо. То есть полетят к нам те, кто, ну скажем так, дал заявку, но не в договоре что ли с Украиной, не по правилам НК, не в договоре с Украиной. И как теперь взаимодействие полетов нашей авиации, скажем так, чисто украинской, и тех, кто будет прилетать по этому параметру открытое небо. Я не готов ответить, потому что те, которые даже будут лететь, все требования, процедуры, которые... Да, это не все, как гражданский воздушный педагог. Ну это же типа негулярных полетов. Да негулярных их очень много будет. Чартеров, представьте, какой-нибудь миллионер, он что, на пояс сядет и поедет, это понятно. Но все они все равно будут поддерживать соответствующие... Открытое небо, там полное название. Дело в том, что открытое небо, это означает, что имеет право доступа до рынку перевозки. Только лишь. То есть пассажиры будут, на любом чартере могут прилететь и лететь. Вот это, нет таких жестких требований, как сейчас есть, что только назначены эксплуатанты или компания на какой-то линии, на какой-то рейсе и так далее и так далее. Это не значит, что открытое небо, можно лететь и без всяких движений. Ну хорошо, а частники, скажем так, те же, как Вы назвали, миллионерами, он же может полететь? Ну, конечно. Он сейчас может лететь. При определенных условиях, выполненных условиях. Они прописаны, мы уже много говорили, где она прописана. Кстати, это опубликовано все в УАИ и в документах информации. Дальше. Когда в этот период будут выполнены полеты, АИК, который на весь мир опубликован, и на ТАНО, который уточнят еще по времени, может быть, и про ограничения, это тоже доступно для любого эксплуатанта, если выполнять такие условия без проблем. Абсолютно. Здесь у них много повторений. Связь здесь, транспорта есть, план есть, все есть. Никаких проблем. Эти условия всех касаются. Да. То есть, да, вот написано, что крик в тех полетах, которые... В Нарфейловских рейсах, да, которые ходят по расписанию. Чартеры, они тоже входят, но если при поддержке соответствующих заявок, если у них будет свой план аэропорт, да, по правилам, да, все. Единственное, я вам еще скажу, что, значит, у нас в случае непродбачиваемых обставок написано, посадка, возможно, то есть, не на аэропорт, а там, да, входит план, как запасной на случай непродбачиваемых обставок, в приказе в этом большой услуге написано «Ародром Достойный». Мое предложение было, например, было, я озвучил его, в принципе, соглашались, но вообще-то у нас ничего не было, что не на случай непродбачиваемых обставок, а в плановый режим перевести все чартеры на «Родром Достойный». Потому что на «Родром Достойный», вы сами знаете, есть погранцы, пограничники таможня, а в стоянках, там три больницы останутся в «Родром Достойный». А только единственное, что, ну, чтобы они были готовы. Мое предложение я озвучил, оно почему-то… Хотя все позволяет. Это решение в целом? Это естественно, решение большего службы должно быть для этого, а не только большего службы. Я вам скажу, что те количество операций, которые сейчас записаны, даже для раппорта «Бориска», с видом всех наших местных мест, которые сейчас… Ну, я вам скажу, что они пока не рекламные, скажем так. Будет… 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 Мне готовят… Ну, хотите… Ну, хотите… Хотим предоставить свои предложения, но… Вот более время покажет… Будет… Будем смотреть… Будет… Будем смотреть… Будет… Вопрос… Пожалуйста… Я хотел бы прояснить… Роль поведения… Пилота… И… Военного диспетчера… При полете… В пространстве «Ж»… Когда мы… Как бы… Находимся на частоте 128.5… Вот… Военный диспетчер… Мы… Подчиняемся его командам… Выполняем его указания… Или мы его уведомляем… Просто о местоположении своем… Только уведомляем… Только уведомляем… Конечно… Нет… В какой зоне вы находитесь… Подождите… Три секунды… Где же порядок… Зона ограничений… Обсуждали… Да… Когда обсуждали вопрос с поведенной силой… Если вы здесь заметили… То здесь написано… Что… На ядной связи… Но не… Введение радиосвязи на этой частоте… То есть… Эта связь будет использована… Только для идентификации… Вознования воздушных сил… Что он выполняется… Согласно… Того плана… Который заказал… Что он находится… На связи… Именно этот борт… И то… Что он… Ясно… Что… Предусмотрен… Все… Да… Выполняется… Секундочку… Я все-таки… Взлетев… Я… Могу выходить… Обязан выходить… На эту частоту… Обязанную… Да… Я… Начинаю… Просто… Доклад… Про… Своё взносы… Местоположение… И намерение… Да… Я уведомляю… Ясно… Ясно… Дело в том… Что… До этого… Будет уже план… В органах… В органах… План… Если вы подтверждаете… Что вы… По этому плану… Никаких вопросов… Если этот план подтвержден… То есть… Он принят… Анатолий Иванович… Анатолий Иванович… Давайте… Небудь… Не надо… Мы… Как РПР… Рассказываю… Это мы можем… Только… Перевести его… На канал… И уточнить то… Что нас интересует… Но… Включенная частота… Это… 128… 124… Или… Или… Он обязан иметь связь… Ну как… Не обязан… С частотой… Пил… Вот… Сажи… Минучку… Дело в чем… Пока… Публикован… Вот такая частота… Я понимаю… Но здесь… Вадим… Здесь… Пут 83… Говорит о чем… О том… Что… Взлет воздушного судна… В классе… Ж… Должен докладываться… Орган МОЦВС… Вот… На 128,5… Доложил… О том… Что… Что… Вот это… Разговор об этом… Мы… У нас связь… Согласно… Наши технологии работают… Нам ПИО докладывают… Да… Это вас… Техновая работа… Одна здесь… По лошади… Так… Все-таки… Объясните… Нам связываться… Докладывать… Значит… Вы… Скажем так… Я же сделал… Не знаю… Это… Вы имейте ввиду… Именно… Вот эту зону… Опубликован… Да… Это… Зоны ограничений… 150 километров… Нет… Тогда… Знаете… Как сказать… Вы стояли бы… И сделали бы… Это… Запретные зоны… А так… Это… Зона ограничений… Пожалуйста… Нет… Давайте… Обслуживание… Происходит… По запросу… Пилота… Через… Сектор… Пиво… В данном случае… Дополнение… Что идет… С целью идентификации… Частота… Что может использоваться… 1285… Либо 1240… Это только для идентификации… Вот… Все… Вот… Я хотел что-то сказать… Но… Никакого… Обслуживания… Либо… Управления… Не может быть… Подождите… Три секунду… Единственное… Что идет… Есть второй… Исключительный случай… Я говорю… Это перехват… До чего лучше не доводить… Тогда… Однозначно… Команды… Которые передаются… Перехватчикам… В первую очередь… Можно запрашивать… Разрешение… У кого угодно… И что угодно… Но выполнять… Команды… 121,5… 121,5… Если человек хочет получить ответ… Надо ему выходить на 128,5… Или нет… После взлета… Мы должны дать ему конкретный ответ… Еще раз говорю… Теперь… Второй момент… Это вопрос… Дело в том… С кем он будет связываться на 128,5… Отвечаем… Отвечаем… Ну… Вы спросили… Я вам отвечаю тоже… И вам… Предварительно… Договорено… Что будет… Это еще вопрос… Более подробно… Уточнен… Почему… Потому что на 128,5… Еще раз повторяю… Для идентификации… Вопрос… И здесь написано… Наличие… Сейчас я это говорю… Наличие связи… Выход… Не подразумевается… Скажем так… Если будет выходить… То… Скорее всего… Будет выходить на вас… Вот… Вот… За это я говорю… Надо… Во-первых… В сборнике нет… В Винницком сборнике… Это мы потом… Давайте так… Можно я… Вы наверное в курсе… Есть протокол… По совещанию… По управлению со своим… Укруг… И в этом… То… Что.. Это касается… У нас внутренне… Это процесс… О том… Что будет… Дополнение… В организацию работы… Крепетщика… Так называем… Тот… Старший… Стурман с управлением… Так… И там… Будет прописано… В том числе… Вот эта вся организация… То есть… Это… Поделились на этапе… взаимодействие и на этапе обсуждения с пультернационом и почему развивается в высоких полях? Потому что, еще раз говорю, согласно положению правительства Петропавловского пункта 83 взлет должен был доложен быть пультернационом и органом ОЦВС ОЦВС, но никак... Пилон постоянной связи может быть и так далее и так далее и это будет, вот еще раз говорю, для полета в этих зонах это реально будет дополнение в этих новых работах не то, что сейчас, сейчас это обычная ситуация 129 сейчас написано на явных 128 для чего? чтобы можно было с вами связать и отрифицировать все ни про какую контрольную связь там, что здесь без надобности не идет контрольная связь по запросу то есть я правильно понял, что... это то, что крайняя информация была справедлива с нами сделана я правильно понял, что предварительно выполнили все процедуры так описано время полета сообщив, запросив за час сообщив о вылете за 10 минут штурмана РЦ и военных просто во время полета прослушивать, щелкать вот эти три частоты и прослушивать без того, чтобы вы могли ответить не три частоты получается у вас реально получается 128,5 это которая прослушивает и получает информацию пива 121,5 еще раз повторяю только во временных случаях при перекладе а 124 она вам не нужна это резервная это резервная но еще а извините а что она резервная и не работает 128,5 я получу это на странице полета на ПИО а на ПИО я просто хочу уточнить дело в том, что у нас покрытие по 128,5 выступает по покрытию ПИО у них дополнительные ретрансляторы стоят на тех позициях где у нас эти дешканцы мы это не будем вешать на свои проблемы по сути не вешайте когда технология вам будет издеваться когда все это мы все я расскажу один момент и все хорошо я просто прошу о чем вы вышли на ПИО и если нам необходимо будет вас услышать на частоте 128,5 вы эту информацию всегда поможете то есть ПИО подскажет 124,02 или 120 а второе у меня ремарх просто я еще изучил польский страна которая тоже проводит Евро 2012 и увидел что у них сезоны гораздо меньше ну зона ограничений в три раза меньше то есть 50 км ну вероятно мало того как бы посмотрев вот реально у нас четыре зоны Киев четыре города Киев Донецк Харков и Львов практически только в Киеве полноценный круг 150 км а все остальные приграничные города 150 км ну как бы ну ничего я просто приграничные места и там есть зона со словом режиме и она в любое время дня и ночи в любых условиях находится под контролем то есть я понимаю я хочу сказать о том что в России эта зона тоже имеет какие-то размеры 25 км и фактически плюс до Харькова получается на 30 км 35 км реально зона ограничения Вы говорите с севера а с севера там ну террористы полетят оттуда и будет дольше это гадать не будем но это ответ просто вот презентовали вот откуда взялись эти ограничения и вам презентовали откуда взялись зоны ограничения 94-33 источником этих зон явилась поведенные силы Украины они вызначили свои размеры эти зон и откуда взялись эти размеры из своих возможностей вот то в данном случае вопрос не там я понимаю я говорю это просто ремарка фактически увеличивая там зоны делай их больше три раза мало того желание увеличить эти зоны дофира фактически мы увеличиваем количество там нарушителей и уменьшаем возможность контроля реального с помощью радаров то есть просто будет больше скандалов мелких каких-то там будет больше претензий ваше предложение это это я я бы предложил уменьшить эти зоны до 50 км единственное я понимаю что это невозможно просто реально было бы для всех лучше потому что контроль был бы больше в этих местах на ми-8 перехватывать будет на 16 вы хотите сказать что удобнее 50 км границы чем ледолеты наверное вопрос еще один можно пространство потери связи и локации вторичной нет как суд считается нарушительным или терпичим бедствием сразу попадет поветом на судно предозрено за грозу согласно 15 он наказать отследить не может его забывают да это потеря правило требует если так сказать вы же знаете правило требует выполнить максимально задерживаться из поданного полного полета и выполнить посадку на ближайшем аэродроме и тут же оповесить после посадки с любыми скоростечными связями соответствующего управления это только что могу сказать ну понятно то есть действие пилота мне допустим понятно действие у меня службы движения как оно окидывалось на счет ответчика без ответчика вы не имеете права летать в зоне если у вас потерялся отказал ответчик вы автоматически отказ ответчика я имею ввиду отказ связи от вас отказ ответчиков по идее сразу должна с вами на 128.5 связь с вами по потенциализации невозможно нету связи ничего сразу вы подпадаете под подозренный зарос значит дальше действуйте согласно процедур отказа радиосвязи никто их не отменял потому что эти требования дополняют и после этого максимально срочно скажем наличными связями используем мобильтелефон проинформировать соответствующий вопрос да да правильно если вы потеряли связь и еще раз подчеркиваю что этот только дополняют и еще хотел уточнить сразу позвольте вот мы говорим про перехват вот мы сразу говорим про воздушные суда вертолеты самолет для того чтобы 377-я постанова говорить что перехват или применение оружия не обязательно с помощью перехватчика может быть это может быть на землю с вами они будут развернуты поэтому как говорит Александр Юрьевич не доводить до греха ну я такое не сказал это ваше решение вопрос просто вы можете лететь из определенного рубежа скажем так ныне он не знает просто никому не откуда вас сбили если вы не подтвердили свою интеллектацию так и бывает с этим шутить нельзя обязательно будет подлет от колета и будет сигнал визуальный и так далее вот как разок и все будут мерами но вы сами понимаете что как-то связи нету ответа нету и вы летите дальше будет перехват сходу а что лучше вернуться и сидеть в данном случае то что будет перехват это даже да это вопрос я о том говорю кем она будет считаться нарушителем или тех пищевых она же на земле разберется разберется потом если нарушитель то ее могут конечно и ликвидировать точно такая же реакция будет на безмоторные сверхъемки на любые да на любые тут уже не ваши с мотором если идет полет направление объекта или фан-зона и так далее и так далее конечно это будет первый признак что это нарушитель и угроза как только это определяется что угроза и не реагируют никакие команды и связи нет и так далее и так далее присылает статус подвержена угроза если засвет дальше уже дальше уже у меня от нас ничего а что касается сверхъемки они разве попадают под эти требования ну вот ну вот реакция поездная они вообще получается не должны летать сверхъемки и отвертчик есть связи нет теоретически это может быть а почему нет то есть кулибин какой-нибудь сделал аппарат и давать испытатель то есть варианты возможно непредвиденные все не учтешь как говорят я могу сказать чтобы я ездил за два часа когда вступают ограничения пошел бы в магазин купил пиво два часа когда действует ограничение побалил бы за команду а потом два часа или расстроился или радовался и потом бы опять летал позвольте я все таки слетаю чтобы посмотреть как все работает зоны поражения поражения имеют минимальную разницу максимальную спасибо спасибо ну натамы будут я так полагаю еще дополнительно тем что есть когда ну вчера готовили натамы да вчера уже готовили натамы по каждому проектов проектов там время точно будет но ссылка будет в этих натамах на пункты АИКа то есть Натамя может там не распишивать а вот на АИК будет ссылка вот этим стоят которых возможно выполнить так еще какие-то вопросы так еще какие-то вопросы в 26-м в 21-м еще вопросы да я же мы там ближе уже какие-то еще вопросы нет все спасибо все туда спасибо за внимание Петрович спасибо припошу спасибо 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 спасибо